Вопросы здесь закончились. Единственное, что вот дыхание может заменять питание, именно только что написала. Ее же вопрос, кстати, как вы понимаете явление аутофагии? Спасибо. Про аутофагию очень много написано в интернете, и там, по-моему, даже была Нобелевская премия по этой аутофагии. Поэтому я не думаю, что стоит еще заострять внимание на том, что на каких-то чужих иных высказываниях. Я все-таки здесь предпочитаю делиться, ребят, своим опытом, чтобы не задевать каких-либо других спикеров, потому что мое мнение, оно никак не отразится на том, что они уже высказали, и мое мнение никак не отразится на том, что вы должны воспринять для себя из этой информации. Поэтому, а если мы говорим, что про дыхание, так, дыхание может заменять питание? Дыхание может заменять не дыхание. Но я бы сказала так, потому что дыхание и питание – это абсолютно разные вещи. просто некоторые практикуют дыхание, но это, наверное, как инструмент тому, чтобы перейти на какой-то иной вид питания, то есть на малое, уйти от беды. Но это не замена, это инструмент тому пути, к которому вы идете. Продолжение следует...